Вот к чему приводит путь Ахмата Кадырова. Теперь он в руках у украинцев, и вы уже слышали, наверное, Алаудинову говорить, что кадыровцы, мол, в плен не попадают, если попал в плен, то он не кадырец. То есть все, они нам больше не нужны, на сути, вот что говорит он. Я думаю, если бы в Сау дошли до Кавказа, то народы бы встали в штыки или одоблили бы их действия, ведь многие уже устали от РФ. Тумсо, не все дагестанцы готовы по шариату отдать добровольность земли и дома Ауховского района. Как быть, если законы шариата в этом вопросе они не принимают? Как тогда решить этот вопрос без крови? Тумсо, как относишься к отечественникам, попавшим в плен? Сожаление, сострадание испытываешь или плевать на них? Ты знаешь, что... Так, ассалам алейкум, ну скажи, пожалуйста, что стало с прокурором Чарии Усманом Имайбумом? Алейкум ассалам. Тогда, во время Первой Российско-Чеченской войны, он считался пропавшим без вести, потому что его тело не было найдено. Но его, конечно, убили, по всей видимости, казнили. Кстати, вот еще, смотрите, интересная судьба. Был парень молодой, в свое время записал какие-то там аудио, видео, сообщения, где высказывал критику в адрес противников России. Российского режима в Чечне. Ну, Ахмат Сила, там вот эти вот все лозунги. Потом в Турции, ну, так получилось, что на тот момент еще Хасан Халитов находился в Турции, а этот парень, у него была пересадка в Турции, ему нужно было поменять аэропорт. И, в общем, в моменте замены этого аэропорта, он как-то пересекся с Хасаном Халитова, там, другими чеченцами. И, ну, с ним побеседовали. Почему ты тогда такие вещи говорил, такие неприятные вещи в адрес противников Кадырова? И он тогда, значит, наоборот, записал уже критику в адрес режима, сказал, что ничего не имеет, значит, против противников этого режима. Ему на прямой вопрос, ты на пути Ахмата Кадырова? Он сказал, нет, они там ни на каком пути, я вообще инвалид, у меня вот проблемы с головой, операция, там, что-то. В общем, пожалуйста, отпустите меня. Ну, естественно, с ним ничего не сделали, его пальцами тронули, его отпустили. И после этого, и как только он оказался на более-менее безопасной территории, обратно он приехал в республику, то ли в наказание за то, что он говорил, то ли, не знаю, в общем, как, его отправляют в Украину. И вот сейчас он попадает в плен в руки украинцев. Украинцев. Удивительная судьба, да, у человека. Можно проследить его прям, вот к чему приводит путь Ахмата Кадырова. Теперь он в руках у украинцев, и вы уже слышали, наверное, Алаудинов говорит, что кадыровцы, мол, в плен не попадают, если попал в плен, то он не кадырец. То есть, все, они нам больше не нужны, по сути, вот что говорит он. И если они его, они их даже получат обратно, то вряд ли их что-то там хорошее ждет теперь у них в руках. Так что делайте выводы, господа. Путь Ахмата Кадырова ни к чему хорошему не приводит. Я думаю, если бы ВСУ дошли до Кавказа, то народы бы встали в штыки или одобрили бы их действия, ведь многие уже устали от РФ. Я не знаю, я не мастер делать такие прогнозы, но по курской ситуации мы с вами можем видеть реакцию россиян. Я помню, в самом начале этой войны всевозможные эксперты говорили, что россияне, пока война идет на территории Украины, они, ну, блин, многие этого не чувствуют, что это действительно война. Многие не осознают, насколько это серьезно. И поэтому люди, мол, россияне готовы к мобилизации. Но Украине ни в коем случае нельзя бить по России, вот потому что удары по России или, не дай бог, там попытка где-то перейти границу с Россией, она приведет к волне мобилизации. Это уже каждый россиянин почувствует, что это вот, значит, на них нападают, они все станут. Такие вот вещи смелые говорили тогда. Сейчас вы, наверное, видите реакцию россиян, как они мобилизуются. В общем, война, она показывает очень часто, что все расчеты, все прогнозы были неверными. И даже, знаете, даже для меня вот это вот курское наступление открыло вещи, которые я себе по-другому представлял. Вот я, что же, часто всевозможные варианты перебирал. Я себе по-другому это представлял. Вот даже мне казалось, что у меня из-за того, что у меня есть некий опыт, там, чеченский опыт не в плане, военный, я имею в виду, но я же это все видел, я видел, как Россия воюет. Я сидел под этими бомбежками, под артиллерией, там, под авиацией. И я себе представлял, что они как в Чечне, если нечто такое произойдет, где-то, значит, там, какие-то населенные пункты вдруг возьмут под контроль ВСУшники, то они подгонят туда артиллерию, его возьмут, значит, блокируют сразу район, и далее артиллерия, авиация просто сотрутся из-за земли. Но видите, когда это реальная подготовленная армия со своим тылом, со своей техникой, когда вот этот эффект внезапности происходит, то не могут они так сделать. Они не могут даже, они не могут сегодня даже блокировать эту армию ВСУ. Они не могут это сделать. Они каждый раз говорят, что они где-то там что-то остановили, где-то отбили, но по факту нет. Им нужно слишком много ресурсов задействовать, слишком много военных туда перегнать. Они это сейчас в условиях войны, в условиях такой длинной линии фронта, они это сделать не могут. Им придется откуда-то их забирать. И поэтому они не могут даже локализовать, понимаете, вот эту проблему. Как часто бывает, непосредственно, когда какой-то процесс начинается, то становится очевидным, что прогнозы оказались неверными. В том числе, не все такистанцы готовы по шариату отдать добровольность земли и дома Ауховского района. Как быть, если законы шариата в этом вопросе они не принимают? Как тогда решить этот вопрос без крови? Этот вопрос мы с тобой никак не решим. На уровне государства должен этот вопрос решаться. Если там, видишь, есть вопрос индивидуального, как бы индивидуальной частной собственности. То есть, вот ты сейчас вспомнил как раз его, что там вот у кого-то конкретно там жил, дед, например. А вот этот дом сейчас находится в собственности у кого-то другого, и он не отдает. Это частный вопрос. А здесь есть еще вопрос государственный. То есть, это восстановление самого района, и сам этот район не является, не должен быть частью Дагестана. Это район, часть Чечении всегда был и должен быть. Поэтому здесь, видишь, если решить, допустим, этот один вопрос, за ним нужно решать второй. Если решить тот, то также нужно и этот. То есть, здесь нельзя сделать одно решение, не будет восстановлением справедливости. И если от того, что даже конкретно с кем-то там кто-то скажет, ну все, я понял, я по шариату не имею права находиться в этом доме, я его отдаю. Но он конкретно, вот этот частный вопрос конкретной семьи они решат, но в глобальном плане, в государственном плане, этот вопрос не решится. И это не будет восстановление справедливости. Да, по отношению к этому конкретному, вот его дом вернется, но он опять-таки не удовлетворится тем, что его дом вернулся. Этот ауховец и ауховцы в целом, они-то хотят восстановления своего района, они хотят обратно, чтобы этот район был частью Чечении. Поэтому это все-таки более такой глобальный, тяжелый вопрос, который, к сожалению, ни в эфире здесь, ни путем каких-то там разговоров на нашем уровне мы его не решим. И на самом деле сейчас, с одной стороны, видите, даже если мы представим, что сегодня бы этот вопрос решили бы вдруг на уровне федеральном, было бы принято решение и начали бы исполнять закон, а закон есть, закон о реабилитации репрессированных народов, он уже есть. И по этому закону, по идее, этот район должен быть восстановлен, люди там, те, кто там сейчас проживают, должны быть переселены. В общем, все это, если начать это реализовывать, то это, в принципе, можно это сделать. И вот если мы представим с вами, что сегодня вдруг волевое решение там Кремле принято, Путин сказал, давайте решайте, и даже вот вопрос обратно присоединения целого района, восстановления его в прежнем формате и присоединение этого района к Чеченской республике будет принято, то да, с одной стороны, для ауховцев, вот вроде бы с первого, первое впечатление кажется, что да, это то, чего они хотят. Но мы тут же понимаем, что даже если это сегодня произойдет, ауховцы и в целом чеченцы не хотели бы, чтобы у Кадырова сегодня оказалось еще больше территории для репрессий. И никто из нас не хотел бы, чтобы Кадыров сегодня получил дополнительные дивиденды, а это очень серьезные были бы дивиденды. Вы представляете, насколько это был бы сильный для него результат, что он такую историческую несправедливость решил. Это ведь по-любому, он бы себе это приписал, а не даже федеральный, федеральный бюджет, там, то, что строится по федеральному бюджету, наглую присваивают себе. Строит больницу, там, например, на государственные деньги, говорят, что за счет фонда, спасибо, аймани. А тут представьте решение вопроса исторической несправедливости, он бы это приписал себе, получил бы огромные дивиденды за это. Поэтому, да, я понимаю, конечно, я понимаю лауховцев, и я понимаю, что они этого хотят, и это то, что должно произойти. Но, в то же время, я думаю, что сейчас не то время, когда хотелось бы, чтобы это произошло. Хотя, не знаю, опять-таки, видите, я так говорю, может быть, людям будет неприятно такое услышать. Поэтому, не знаю, короче, на все воле Всевышнего Аллаха. Если это, если суждено этому произведению сегодня, значит, так должно быть, это нужно будет принять. Но будет очень неприятно давать Кадырову такой козырный туз в его колоду. Тумсо, как относится к отечественникам, попавшим в плен? Сожаление, сострадание, испытываешь или плевать на них? Ты знаешь, я же не в курсе того, кто именно те люди, кто попал. То есть, я сейчас скажу, что я в целом, мне не то, чтобы не плевать, а в целом я считаю, что это то, чего они заслужили. Но, я хочу для себя оговорку сделать, что если среди них есть те, кто там оказался по принуждению, а таких немало, в отношении этих людей у меня нет какого-то злорадства. Они их где-то похитили, посадили там в подвал, заставили подписать контракт и отправили, а кого-то, может, даже не заставляю, просто отправили, точнее, не подписывая контракт, я имею в виду, отправили. То есть, такие люди, если они в результате оказались в плену у украинцев, у меня нет к ним какого-то там злорадства. Но, если я узнаю, что вот конкретно вот этот человек, он такой, из такой категории, из-за того, что он там родственник кого-то, например, из критиков, или еще что-то там, он, не знаю, с таблетками поймали, или там, в общем, много сценариев, как там могут оказаться люди. Если это такой человек, то к нему будет только сочувствие. Но, такие, как, например, вот этот бывший пациент Хасана Халитова, ну и прочие, допустим, Душегубы, например, бывший глава администрации селения Валерик, например, тоже попал в плен. Здесь нет, конечно, никакого сострадания. Наоборот, я считаю, что их там убивают, ну, значит, это то, чего они заслужили. Они попадают в плен, это то, чего они заслужили. Абсолютно нет никакого сострадания.